Третий объединенный конгресс НОДГО и РОДО «Актуальные проблемы и перспективы развития детской онкологии и гематологии в Российской Федерации-2022» проходил в Москве с 24 по 26 ноября. Это ключевое событие года в области детской онкологии и гематологии. Этот конгресс, как правило, посвящен организации онкологической помощи детям, различным аспектам лечения различных нозологических единиц, начиная от гемобластоза в заболевании крови и заключая солидными злокачественными образованиями всех локализаций. Это и опухоль головного мозга, глаза, мягкие ткани, саркомы, костей, печень, нефробластома, нейробластома. Это очень хорошее содружество, которое здесь у нас имеется. Это наше общество, Российское общество детских онкологов и гематологов. Теперь у нас одно единое общество, Российское общество детских онкологов и гематологов. Мы объединяем наши усилия, мы исследуем наши протоколы, улучшаем их протоколы. В результате этих докладов обучается молодежь, которая приезжает, смотрит, набирается ума, разума и несет ту информацию, которую здесь получила по своим городам, по весам, для того, чтобы внедрять их на местах. На этом конгрессе всем стало понятно главное, что надо объединяться. Надо объединяться в единую команду федеральным центром и региональным клиникам, что все дети общие. Поскольку это редкие заболевания у детей, улучшать и оптимизировать терапию детей в отдельно взятых клиниках попросту невозможно. Только единой командой мы можем победить раку детей. Каждый конгресс российских детских онкологов и гематологов уникален. В этом году уникальность конгресса заключается в том, что разные центры представляют разные взгляды на ту или иную проблему. И, наверное, в таком плюрализме мнений, в таком плюрализме подходов наша сила. И в этой ситуации, когда есть конкуренция в хорошем плане и есть борьба за жизни пациентов, именно в этом определяется успешность нашего профессионального сообщества. Я считаю, что в этом году как никогда мы показали свою зрелость и, конечно же, нацеленность на успех. В объединенном конгрессе отечественных детских онкологов и гематологов по традиции приняли участие зарубежные специалисты. Несмотря на геополитическую ситуацию в мире, мы продолжаем сотрудничать со всеми всемирно известными обществами, в частности СИОП, продолжаем коллаборацию вместе с ними. В целом, конгресс проходит очень дружелюбно. У нас, я считаю, что достаточное количество зарубежных коллег. И важно отметить, что межгосударственное сотрудничество в рамках детской онкологии и гематологии, несмотря на все происходящее, продолжается. И традиционно на конгресс съехались врачи из всех регионов России. Конгресс для нас – это, наверное, учеба в первую очередь и встреча с своими коллегами, обсуждение всех насущных проблем, которые стоят перед задачей службы детской онкологии и гематологии. Резолюция конгресса будет представлена в Министерство здравоохранения с пожеланиями и направлениями развития, которые были выработаны Сообществом детских онкологов-гематологов. Субтитры создавал DimaTorzok